МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Джакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Почему редакции газет терпят убытки? Ответ на этот вопрос искали в областном Акимате. По мнению главных редакторов изданий, все дело в том, что в Караганде нет специальных газетных киосков. Их работа не видна рядовым гражданам, но именно они стоят на страже безопасности государства. Комитет национальной безопасности Казахстана отмечает 25-летний юбилей. Энергия великой степи. Волонтеры международной выставки Экспо приняли участие в республиканском конкурсе. Шесть команд приехали в Караганду из разных уголков страны, чтобы посоревноваться за звание лучшего. Почему редакции газет терпят убытки? Ответ на этот вопрос искали областные власти. По мнению главных редакторов изданий, все дело в том, что в Караганде нет специальных газетных киосков. Поэтому газеты мало покупают. Специальное совещание по этому поводу в областном Акимате провел Аким области. Ирлан Кушанов. В настоящее время в шахтерской столице остро стоит вопрос реализации печатных изданий. Многие специалисты уверяют, что все это из-за нехватки газетных киосков. На сегодняшний день в Карагандинской области установлено всего 38 павильонов с печатной продукцией. У нас определены 38 павильонов печатной продукции и 72 павильона ТНП. Они распределены по районам с учетом связи. То есть это и Майкудук, это Новый город. Здесь вот в Новом городе, если можно оставить, это именно с учетом тех пешеходных связей, скверов, со основных транспортных магистралей, где в свое время в том числе были и ликвидированы все киоски, которые раньше реализовывали печатную продукцию. Это было в 2010-2011 годах. На совещании присутствовали редакторы областных и городских газет. Некоторые из них считают, что продажа газет в регионе упала не из-за развития интернет-пространства, а из-за неправильной подачи новостей. Кроме того, спрос зависит и от периодичности изданий. Ведь в Караганде нет ежедневных газет. А сегодня большинство горожан узнают новости из интернет-порталов быстрее, чем выйдет очередной номер газеты. Потому что продукция постоянно должна быть свежей. Это раз. Потом, давайте мы журналисты скажем друг другу, мы же пишем об одном и том же. Примерно, подъем по одинаковым материалам. Грубо говоря, ходим по одному и тому же кругу. Поэтому мы на такие похожи, что читателю достаточно взять одну газету, и большему остальной неинтересной, чтобы сравнить и посмотреть, а как та газета подала, а как это анализируют. Здесь вот читателя этого интереса нет. Плохо работаем, видимо, с читателем, не умеем с ними разговаривать. Многие газеты просто официально засушены. Чтобы развивать бизнес газетных киосков, нужно реализовывать в них не только печатные издания, но и товары народного потребления. Так считают предприниматели. Ведь исключительно на газетах и журналах не выживет ни один киоск. Кроме того, на совещании предложили реализовать печатную продукцию в супермаркетах или торговых домах. Но пока что это только предположение, и данный вопрос будет рассматриваться еще не раз. В завершении глава региона Ерлан Кошанов дал некоторые поручения. Вот с учетом сегодняшнего обсуждения, еще раз просмотрите. Вот сегодня предложение было товары народного потребления реализовывать там. Я думаю, это отдельное предложение. Я думаю, можно и разрешить это. И можно и широкий ассортимент, наверное, можно будет разрешить. Второе. Те же киоски. Я почему первый у меня вопрос был, экономика. Они очень дорогие, на мой взгляд. Посмотрите по удешевлению. И архитектору я поручаю. Посмотрите, можете красивый дизайн оставить, но чтобы удешевить максимально. Ну, по земле, я думаю, это закон, да, у нас. Законом, да. Мы там уже ставки определены. Действительно, мы здесь очень сложно. Мы еще подумаем, какую поддержку Акимат может оказать нашим инвесторам будущим. Главное найти верный выход в решении данной проблемы, заявил глава региона. Однако, Ирлан Кошанов считает, что киоски по продаже печатных изданий должны быть именно на автобусных остановках. Осель Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Они несут боевую службу. От их работы зависит наше спокойствие. Это все о работниках Комитета национальной безопасности. В стенах Дома дружбы прошло торжественное собрание, посвященное 25-летнему юбилею создания органов национальной безопасности Казахстана. Аким Карагандинской области Ирлан Кошанов и руководство спецслужбы поздравил участников торжественного мероприятия с профессиональным праздником и вручил почетные грамоты наиболее отличившимся работникам. В зале Дома дружбы сегодня особенно оживленно. Сотрудники Департамента комитета национальной безопасности отметили свой профессиональный праздник. На их плечах огромная ответственность, охрана, спокойствие всех граждан. Каждый день они ведут невидимую борьбу за мир в Казахстане. 13 июля является датой образования спецоргана. В этой связи свои поздравления отправил председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов. Сегодня благодаря тесному взаимодействию Акимата области, Департамента комитета национальной безопасности и других государственных структур обстановка в регионе в целом остается стабильной. Собравшихся поздравил Аким области Ирлан Кошанов. Он вручил почетные грамоты пяти действующим сотрудникам и ветеранам. Действительно, о многих ваших заслугах и бодрагах мы можем только догадываться, какова специфика вашей работы. Но мы верим профессионализм в наши спецслужбы, потому что знаем, в органах национальной безопасности работают истинные патриоты, верные интересам родной страны и офицерской чести. Рискуя жизнью и здоровьем, вы защищаете государство и его жителей. Один из награжденных подполковник в отставке Булат Бакенов всю свою трудовую жизнь провел в органах. Булат Ага никогда не пожалел о выборе. Даже на пенсии сидеть сложа руки не может. В настоящее время он является председателем Совета ветеранов КНБ по Карагандинской области. От имени от себя собственно, лично, хотел поздравить всех ветеранов Департамента КНБ по Карагандинской области с 25-летним юбилеем образования органов Комитета национальной безопасности в Казахстане. За этот период у нас в Карагандинской области создался отличный коллектив, который выполняет поставленные задачи. Более того, ветераны наши, которые сегодня находятся на пенсии, все-таки стараются помочь в плане патриотического воспитания, в плане, кстати, помогают в работе. Более того, они активно участвуют в общественной жизни, социальной. То есть мы ветеранов не забываем, мы вместе с ними общаемся. Они, соответственно, награждены тоже наградами. Также своих сотрудников поздравил начальник Департамента генерал-майор Кензибай Адамбеков. Пожелав коллегам мудрости и отваги, он отметил важность и сложность их работы. Мы теперь будем твердо стоять на страже норм и принципов конституции и демократических условий. Продолжим решительно действовать противодействию разведывающим акциям иностранных спецслужб, коррупции и транснационально организованных ресурсов. Как и прежде, будет пристальное внимание защите государственных секретов, а также обеспечению экономической безопасности. Поздравляю в этот день своих коллег и ветеранов с праздником. Желаю успехов всем, кто оставит национальный интерес в самом широком смысле этого слова. Он наградил руководителя областных силовых структур и правоохранительных органов юбилейными медалями в честь знаменательной даты. Также медалями были отмечены начальники территориального органа. Выразить свое почтение приехал депутат мажориса парламента, олимпийский чемпион Серик Сапиев. Благодаря нашему патриотизму, долгу Родине и ответственному отношению к службе удалось сохранить мир и спокойствие граждан региона, а также обеспечить условия для развития его экономического роста. Сотрудникам КМБ есть чем гордиться. Хотя большая часть их заслуг в силу специфики работы ведомства так и остается неизвестной для общественности. После церемонии вручения зрителей ждал красочный концерт. Своё мастерство демонстрировали творческие коллективы Караганды. А специальными гостями торжества стали звезды казахстанской эстрады. Ведущий певец оркестра президента республики Казахстан Досумжан Танатаров и лауреат международного конкурса «Азия Даусе» Маржана Рапаева. Резал Баева, Жакс Лукнурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Шесть команд волонтеров продемонстрировали свои знания национальной культуры, традиции, обычаев и истории Казахстана. Целью конкурса «Энергия Великой Степи» является духовно-нравственное воспитание молодежи, заявили организаторы. Мероприятие проходит в здании филиала партии «Нурота». Более 50 молодых казахстанцев показали свои способности на конкурсе волонтеров. Даниар Сайфулин – один из них. Он участник и капитан команды СРРК Карагандинской области. Учится в политехническом университете на третьем курсе. На международной выставке «Экспо» Даниар занимался организацией культурных программ. Этот конкурс призван на то, чтобы объединить прогрессивную и активную молодежь Казахстана. В этом же конкурсе также участвуют волонтеры, все, которые были до этого на «Экспо». Были какие-то трудности работы волонтерской в Астане? Трудности? Были какие-то интересные моменты? Больше было интересных моментов, так как было общение с иностранцами, с гостями «Экспо». Также волонтеры между собой контактировали, так как многие из разных регионов менялись опытом. Шесть команд приняли участие в республиканском конкурсе «Энергия Великой Степи». Участниками стали волонтеры со всего Казахстана. Это команды из Кустанайска, Южно-Казахстанской, Североказахстанской, Атараусской, Казалардинской и Карагандинской областей. Это ребята, которые прошли отборочный этап на участие в международной выставке «Экспо» в качестве волонтеров. Сегодня проходит конкурс среди волонтеров «Экспо». В нем принимают участие команды из шести регионов нашей страны. Эти волонтеры, прежде чем поехать на «Экспо», прошли специальный отборочный тур. И сегодня на конкурсе они покажут, насколько знают историю, обычаи и традиции своих краев. Я верю, что сегодняшняя молодежь – это достойное будущее нашей страны. Целью конкурса является воспитание у молодежи патриотизма, приобщение к национальной культуре. Всем участникам организаторы вручили сертификаты и памятные сувениры. А командам, которые заняли призовые места, достались ценные призы в виде современных гаджетов. Андрей Танажарагибаев, Жаксулык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинская земля славится выдающимися людьми. К их числу можно отнести майора полиции, инспектора специального подразделения ДВД Карагандинской области Иртая Садыкпекова. В 2007 году он, находясь на службе, принял участие в ликвидации вооруженной банды. В 2015 году, повторив поступок, майор полиции получил медаль «За отвагу из рук президента». Иртай Толиутаевич 2012 года работает в специальном подразделении быстрого реагирования областного ДВД. По словам опытного специалиста, спецназовцам приходится работать в разных условиях, а порой даже рисковать жизнью. Их миссия – ловить опасных преступников. Майор полиции Садыбеков – один из тех, кто попал в число участников общереспубликанского проекта «100 новых лиц Казахстана». В 2014 году он ликвидировал опасных преступников. За это он получил награду президента. «Это была букмекерская контора по Бухаржирау. Преступники были в масках и были вооружены. Нас же готовят, и мы, кажется, не подвели. Нам тоже пришлось использовать оружие. Мы всех поймали, ликвидировали. Их было двое. Главное, все обошлось». По словам командира роты спецподразделения Бесембая Туребекова, в нашем регионе 150 спецназовцев. Молодые специалисты за 5-6 месяцев становятся настоящими бойцами. Они должны обладать теоретическим и практическим умением. Также должны уметь работать с документами. Воспитание молодого звена Ертая отличается своими наставническими качествами. А бойцы без обсуждения выполняют любые его приказания. «Ертаю я доверяю любое задание. Бумажные дела, важные задания. Теоретические и практические задания даю только ему. И он всегда выполняет их как надо. Он у нас старший инспектор, и я им очень горжусь». В специальном подразделении Карагандинской области достаточное количество высококвалифицированных специалистов, у которых есть чему научиться. Группа быстрого реагирования всегда обучается новым методам и способам борьбы с преступностью. А также занимается моральным воспитанием. Именно поэтому они всегда там, где необходимо поставить заслон разгулявшейся преступности. Фариза Албаева, Жастан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Говорить правду, отличать черное от белого и смотреть правде прямо в глаза. Это навыки, которыми должен обладать настоящий судья. С этой миссией вот уже 27-й год успешно справляется Орал Омаров. 56-летний юрист сегодня работает председателем районного суда номер 3 Октябрьского района города Караганды. О жизни героя сегодняшнего времени расскажет Фариза Албаева. Урал Омаров родом из Каркаролинска. Самый младший среди девяти детей, Орал Нургалевич уже в юношестве понял, что юриспруденция – это его призвание. После успешного окончания школы поступил на юридический факультет Карагандинского государственного университета. На обучение его тогда отправили по договору. И в 1983 году началась его трудовая деятельность. В Талды. Стажером. Через полгода его забрали в Игиндебулак на должность заведующего отделом юридических консультаций. После я поехал в армию по личному желанию. Служба была у меня в Москве. Потом вернулся на свою работу в Игиндебулак. За годы службы в армии я понял главное, что юриспруденция – это мое, и никуда я от нее не денусь. После трех лет работы в 90-х меня забрали в судебную деятельность. Тогда все и началось. Общий судебный стаж нашего героя больше 26 лет. Он занимал должности председателя Игиндебулакского, Ульяновского, Бухаржираусского, Октябрьского районного суда номер 2 и Саранского районного суда. У судей большая ответственность перед государством и обществом. Его решение является важным, говорит судья. Урал Умаров не перестает отмечать, что от судей все ждут высокого уровня профессионализма, честности и беспристрастности. По-моему, любой судья должен отличаться своими знаниями, способностью, человечностью. Знать закон наизусть – это еще не главное в нашей работе. Судейство – это в первую очередь человечность. Мы видим разные судьбы, и понять каждое дело – это наша обязанность. Мы проносим через себя жизнь каждого человека. Хоть мы и люди фемиды, мы никогда не должны забывать о человечности. А справедливость – самое главное в нашей работе. Урал Умаров никогда не жалел о выборе профессии. За четверть века он рассмотрел большое количество дел, как уголовных, так и гражданских. Настоящий профессионал своего дела награжден многочисленными наградами и грамотами. Также он был награжден юбилейной медалью президента республики Казахстан и нагрудным знаком СОДЖИСНЕН СДГ. Урал Умаров все свое свободное время старается уделять детям и внукам. А времени, как говорит Урал Нургалевич, у него всегда мало. Сегодня у него есть любимая жена, трое детей и четверо внуков. Старший сын и дочь пошли по стопам отца. А младшая дочь осуществила детскую мечту Урала Нургалевича. Обучилась на врача и сейчас является докторантом Карагандинской медицинской академии. Но больше всего он старается читать литературу казахских классиков. Также не забывает и о спорте. У коллег он пользуется большим уважением. Я с ним проработала на протяжении трех лет. И как молодой судья могу охарактеризовать его только с положительной стороны. Обладает он организаторскими способностями. Почему? Потому что у него очень много таких профессиональных качеств. Довольно большой опыт работы в судебной системе и на руководящих должностях. О нем можно говорить много. Пять лет мы уже работаем вместе. Очень достойный человек, хороший организатор. Как судья он очень грамотный и образованный. Все делает вовремя. Вот такой он человек с большой буквой в судействе. Призывающий всех своих коллег к честности и справедливости. Не забывая в то же время о человечности. Фариза Албаева, Жаслав Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В настоящее время проблемы с позвоночником являются актуальны для многих карагандинцев. Гипертония, остеохондроза, артрит, инсульты и невыносимые головные боли. По мнению специалистов, эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием Атлант. Но сегодня проблема решаема. Центр здорового позвоночника Атлант помогает людям избавиться от недугов без оперативного вмешательства. Четверть века назад европейские ученые доказали, что у 98% людей первый шейный позвонок, который называется Атлант, смещен относительно затылочной кости черепа. Такое смещение Атланта становится причиной заболевания позвоночника. Дефект сопровождается многолетней болью и дискомфортом, а также нарушением работы внутренних органов. Главный симптом – это сильные головные боли, поскольку из-за смещения пережимаются сосуды, снабжающие кровью головной мозг. У меня были сильные головные боли, болели шеи, болели плечи. У меня, кроме всего прочего, еще и полиартрит с 80-го года. На ногах я ходил прям напрямую. У меня были очень сильные проблемы с позвоночником. Очень сильные были головные боли, мигрени. Мне очень тяжело было лежать, стоять. Практически не было никакого настроения, была утомленность. У меня были частые границ течения, головные боли и головокружение. Я не могла до конца повернуть голову направо. И у меня часто болела спина, поясница, шея, были головные боли. Не могла лечь, ну, долго не могла ложиться спать. Там лежала по полчаса, прежде чем уснуть. Ну, господи, у меня и шейные, и тазобедренных суставов, и все, и подниление рук, и вообще шеи, плечи болели, все болят. И все вот таким образом это самое. Я пришла с очень сильной головной болью, очень частой. Также я вообще не могла поворачивать голову. У меня была проблема именно в левую сторону. Я вообще не могла ни наклонять, ни поворачивать. Вот это вот две основные проблемы мои были. Наиболее частые причины смещения Атланта – это акушерская травма при родах и кесарево сечении. Вот лишь небольшой список болезней, которые появляются у людей. Это остеохондроз, ухудшение зрения, артрит, разная длина ног, а не менее конечностей, головные боли и мигрени, протрузии и грыжа позвоночника, сколиоз, инсульты и гипертония. В медицинском центре «Атлант» существует специальная профилактическая программа. Она позволяет определить и устранить, или же уменьшить смещение позвонка Атланта при помощи безопасной эффективной методики. Если у вас есть нарушение осанки, головная боль, боли в шее, боли в пояснице, анемия в руках, беспокоит шаткость при ходьбе, любые неврологические симптомы, то добро пожаловать к нам. Мы проведем вам диагностику. Соответственно, если есть причина, устраним ее. После процедуры необходим контрольный прием, который проводится не ранее, чем через месяц. Обычно пациенты отмечают улучшение качества жизни. Хожу без проблем, без болей. Головные боли прекратились. Были проблемы, у меня все расплывалось перед глазами. Сейчас после процедуры у меня эти проблемы полностью ушли. И состояние очень даже замечательное. Головокружения тоже прекратились. И мне сейчас стало намного лучше. У меня не болит головной боли. Я очень хорошо сплю. У меня не болит спина. У меня нет никакой усталости. После того, как я сделала эту процедуру, у меня заметно уменьшились кровотечения носа и меньше стала болеть голова. Опять же, правая нога стала... Они выровнялись, да. Засыпаю быстрее. Ну, хватит десяти минут максимум. Поясница уже не болит. После первого приема, первого приема, и то я прям это встала, и сутки я была как будто, как новая копейка. Поворачивать голову сразу стало легче. То есть, буквально через минуту, как прошла процедура, Потима Адмурадовна поворачивает мне голову, и она поворачивается. Это было очень приятно, скажем так. Очень долгое время не могла отутся вдруг. И головные боли очень уменьшились. Все желающие могут обратиться по адресу улица Ерубаева, 58, кабинет 4, или же записаться по телефону 8 708 43 65 300 365 300. Медицинский центр «Атлант» работает и в выходные дни. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42 06 49. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных, Амансов Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова